Здравия вам всем желаю! В эфире программа обзор позавчерашней прессы. И как всегда, я Семен Ключевский. Ну что ж, продолжим наше изыскание. Газета «Слово», 1878 год. Благодаря усовершенствованиям, какие сделаны в последнее время фотографии французским астрономом Жан Саном, возможно снять до 120 снимков с человека в течение минуты. Если все эти снимки наклеить на бумажную ленту, вращающуюся за увеличительным стеклом хорошие панорамы, и освещать их последовательно через каждые 1,2-1,4 секунды электрическим светом, то можно в конце концов получить изображение живого человека, не неподвижного, а жестикулирующего, мигающего, раскрывающего рот и так далее и тому подобное. Иллюзия будет полной, если снимки будут цветные, и если при этом будет действовать фонограф, повторяя голосом лицо, с которого сделаны снимки. Мимика имеется в виду. А ведь до изобретения кинематографа оставалось еще почти 20 лет. Лучший фильм сезона «Обломок империи». Германский боевик «Мулен Руш». Шедевр советского кино «Турксип». Красная газета. 1920 год. О выдаче папирос. Правом на получение от Петрокоммунный папирос по красноармейскому тыловому пайку по 350 штук пользуются лишь служащие и рабочие тех учреждений, которые получают и пищевое удовольствие от Петрокоммунный. Рабочие и служащие тех учреждений, которые получают пищевое удовольствие от других органов снабжения, получают также и табачное удовольствие по существующим там нормам. Ну вот, за что боролись, на то и напоролись. Аргументы и факты. 1989 год. Куда исчез кофе? А вот эту статью, как истинный кофеман, я, пожалуй, приведу полностью. Кофе давно уже стал одним из дефицитных товаров в наших магазинах. По мнению представителей советских внешнеторговых организаций, причинами этого являются частые неурожаи в странах-импортерах кофе. А также повышение цен на кофе на мировом рынке. Вот что думает по этому поводу торговый представитель Бразилии в СССР. Вопрос. Не прекратила ли Бразилия вообще поставлять кофе в СССР? Ответ. Нет. Бразильский кофе к вам по-прежнему поступает, но в гораздо меньших количествах, чем раньше. Так, в 1986 году СССР закупил у нас кофе на сумму 40 миллионов долларов. Но в прошлом, 1988 году, всего на 21 миллион долларов. Бразилия поставляет в вашу страну только растворимый кофе. А кофе в гранулах советские внешнеторговые организации отказались покупать у нас еще в 1984 году. Кстати, СССР единственное государство, покупающее в Бразилии растворимый кофе. Вопрос. А каков был прошлогодний урожай кофе в Бразилии? Ответ. Вы намекаете на засуху и наводнение, которые якобы поразили нашу страну, о чем сообщает ваша печать? Вопрос. У нас в стране 100 килограммовая банка бразильского кофе Касике. Ах, какой был кофе. Стоит 6 рублей. Интересно, а сколько стоит оно в Бразилии? Ответ. Мы растворимый кофе не пьем. Поэтому на бразильский рынок он практически не попадает. Что же касается цены на банки кофе Касике, которая за последние годы у нас поднялась в три раза, то мы к этому не имеем никакого отношения. Комментарий, как говорится, излишний. Здравия вам всем желаю. Субтитры создавал DimaTorzok